Всех приветствую! Последний третий проект на сегодня. Ну, он, конечно, не последний. Ну, вот обзор на, так скажем, обновление пятницы. Значит, что здесь интересного? Наверное, пожалуй, из всех подобных жанров здесь самое глобальное обновление. Ну, в первую очередь, что здесь добавили? Стукать пока не будем. Ну, давайте по порядку. Призыв элементалей. Наша любимая. Дают тыковки. Сейчас объясню, что к чему. Значит, призыв элементалей. Здесь вплоть до 300. Все классически. Донат пакеты. Выполнение. Вот этого не было, кстати. Квестов. И видите, здесь элементальные монеты дают. 20-10, 4-2. И в последнем у нас классический пятизвездочный лагерный сундук. Дальше. Призыв героев. Это не что иное, как сборка героев. Не было такого еще здесь, в данном проекте. Что-то новенькое. Дают тыква. Вот. Вплоть до 8-звездочного можно. Тоже это такое уникальное событие, потому что обычно везде пятизвездочных только дают на сборку. А здесь от 5 до, извините, 8. И все, видите, посвящено темным героям. Только темным. Еще один донат пакет. И подбираемся к самому интересному. Значит, тыковки. Тыква-магазин. Здесь за 40 тыкв можно некротического дракона купить. Тот, который нам, собственно, так нужен. И так не хватает. Можно за одну тыкву 1000 бриллиантов купить. Ну и, собственно, так далее. За 20-ку сундучок. За один. Вот такой вот тоже сундучок, который содержит один из следующих предметов. Тоже, я считаю, неплохо. Ключи. Ну, это вот беспонтово, конечно. Остальное все классно. Дальше идем. Это у нас заканчивается. И хэллоуинская кондитерская. Здесь можно конфеты покупать. Конфеты, опять же, обменивать на героев, либо артефактов. Вот. То есть, либо конфеты, либо тыква. Либо одно, либо другое. Вот. Я считаю, это круто. Очень ништяково. Все сделано. Где получать, я вам уже сказал, конфеты. Мне дали приз за вступление в ивент хэллоуина 500 конфет. Ну, и параллельно еще проходит волшебный дневник, традиционно, где мы, выполняя задания, опять же, получаем награду. В общем, здесь все заточено на то, что вот эти элементали выпадают со всех вообще заданий, со всех мест, так скажем. И это очень здорово в том плане, что можно выполнять квесты, не прибегая к донату, на самом деле. А, ну я еще покажу вам, качну персонажа одного, вот такого вот, смотрите, морозного змея. То есть мы потихоньку собираем топ-пачку на, так скажем, на героев. То есть у меня есть уже двух фракций. Воды и темной фракции. Ну, вот некротического змея мне надо выбить будет с помощью тыкв. Ну, вот хочу радугу собрать. Останется еще четыре фракции героев. Напомню, что, сейчас вам покажу, где они синтезируются. Значит, здесь герой земли, так скажем. Самый крутой мужик, это вот этот. Его зовут Охотник за пустыней. Герой ветра, самый крутой. Либо вот этот Яйцинянцань. Яйцинянцань, Яйя. Ну, вот так перевели. Вот он считается самым топовым в огне. Вот этот вот скелет, который тоже может в тыквах выпасть. Лидер призрака. Либо же вот этот конь огненный. Ну, или пипельный змей. У многих пипельный змей стоит вместо вот этого скелета. Потому что он действительно очень редкий. Он мистический, видите, СС+. И в героях света оставшийся это Зевс. Вот за него бьемся отчаянно. Никого, видите, не качают. И жду Зевса. В темных все. Можно будет этих чертей вкачать до 6-5 звезд. И получить вот ту награду, собственно, про которую я вам говорил. Где она? О, вот здесь. Два героя, одна тыква. Всего можно собрать. Сколько тыкв получается? 3, 6, 10, 15, 20. Получается 2, 30 тыкв. Если все призвать. Ну, 30 тыкв это мало, конечно. Почему? Потому что, извините. Дракон 40 стоит. Ладно, все. На этом заканчиваем. Всем пока-пока.